какая же она вкусная и аппетитная а готовится легко и просто привет друзья давайте с вами сегодня приготовим очень вкусную приправу соус на зиму данный рецепт хорош тем что эту приправу можно добавлять в супы подливы а также картофельному пюре мясным блюдом макароном рисом или просто скушать с кусочком хлеба готовится она очень просто приготовьте вам этот рецепт обязательно понравится и пригодится все ингредиенты и количество пропишу под видео заходите смотрите и конечно же готовьте а кому интересен рецепт приготовления оставайтесь вместе со мной и так для начала чищу лук нарезаю и пропускаю его через мясорубку затем через мясорубку пропускаю морковь болгарский перец и сюда же добавляю острый перец если вы не любите очень острое то из перца удалите семена далее помидоры мою обрезаю плодоножку и разрезаю их на несколько частей подготовленные помидоры пропускаю через мясорубку в итоге получаю очень ароматное вкусное томатное пюре на предварительно разогретую сковородку наливаю растительное масло отправляю сюда репчатый лук и буду его тушить 10 минут пока не испарится вся влага как только влага испарилась я лук слегка обжарю а затем к луку добавляю измельченную морковь болгарский перец и острый перец всю эту красоту перемешиваю и тушу на медленном нагреве плиты 20 минут прошло мне 20 минут теперь время добавить томатное пюре всю массу хорошо перемешиваю сюда добавляю 2 лавровых листика черный перец горошком и душистый перец а также добавляю полторы столовые ложки соли и 3 столовые ложки сахара если вам соли будет не хватать то добавляйте по своему вкусу все хорошо перемешиваю и дам все этой массе на медленном огне под крышкой протушиться 10 минут тем временем я пропустила через пресс чеснок мне потребуется яблочный уксус и нарезаю много зелени из зелени я взяла петрушку и сельдерей прошло мне 10 минут теперь в томатный соус добавляю чеснок мелкорезанную зелень у меня петрушка и сельдерей если вы сельдерей не любите можете его не добавлять или заменить на кинзу дам прокипеть всей этой массе еще десять минут а затем сюда вливаю одну столовую ложку яблочного уксуса или же возьмите обычный 6 процентный уксус всю эту красоту перемешиваю и дам прокипеть буквально три-четыре минутки ну что соус у меня готов пока готовился соус я подготовила банки стерилизовала в духовке при температуре 150 160 градусов 15 минут а крышки я всегда кипячу готовым соусом до самого верха заполняю баночки затем их плотно герметично закрываю крышками и переворачиваю и оставляю их до полного остывания и если вам понравился рецепт приготовления ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео а также смотрите мои другие видео оставляйте свои рекомендации и конечно же пишите комментарии не забудьте зайти подписаться на мой второй канал вам там будет интересно и заходите в группы а вам всем желаю очень вкусных заготовок на зиму готовьте экспериментируйте на своей кухне и все у вас получится а главное готовьте с любовью всем пока пока а а а а